День за днём Глава города Андрей Шубин провёл очередное плановое совещание Под атакой стихии пал сухой травы губит Смоленскую область Десногорская полиция готова к весенне-летнему сезону Это наш первый опыт, мы никогда не делали мюзиклов Выступление студии эстрадной песни «Ренессанс» В Смоленске прошла российско-белорусская молодёжная конференция Смоленские белорусские студенты, имея общую культуру и схожие традиции Обсудили запуск совместных инициатив Особое место на форуме уделили теме празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Со слов Кардиационного совета организации российских соотечественников Республики Беларусь Сейчас наступил уникальный момент перезагрузки союзного проекта Завершился форум 23 апреля, но все его участники воодушевлены и настроены на более тесное сотрудничество 23 апреля в администрации города состоялось плановое совещание представителей городских инфраструктур Началось собрание с торжественного награждения лучших уполномоченных по охране труда Подробности в сюжете Грамотами главы муниципального образования город Десногорск удостоились акционерное общество «Электроцентр монтаж», акционерное общество «Элс» и муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад Дюймовочка» Данные предприятия заняли первое место в городском конкурсе «Смотре. Лучшее состояние условий и охраны труда» в организациях за 2018 год, учитывая численность работников в данных организациях Также глава города вручил благодарственные письма уполномоченным по охране труда Дезактиваторщику «Смоленская С-сервис» Лученковой Ирине Григорьевне, занявшей в конкурсе первое место Ведущему инженеру по эксплуатации отдела радиационной безопасности филиала концерна «Росэнергоатом» Веснову Алексею Олеговичу, занявшему второе место Почетным третьим местом глава наградил Басова Григория Валерьевича, слесаря-ремонтника 5-го разряда Акционерного общества «Атомтранс» После памятного фотоснимка плановое совещание продолжилось Коммунальные службы города сообщили о готовности завершить отопительный сезон Отключение назначено на 24 апреля Месячник по уборке города проходит результативно И коммунальщики готовы к финальному субботнику 26 апреля Проводится и активная работа с горожанами Заканчивается у нас проведение общего собрания собственников Домина 15-го микрорайона Активность собственников высокая Там рассматриваются в том числе решения по установке площадки для разбора твердокоммунальных отходов 26 апреля на площади администрации Десногорска в 10 часов утра Состоится мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах Приглашаются все неравнодушные В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Десногорском историко-краеведческом музее Начал работу пункт «Бессмертный полк» Музей находится по адресу 3-й микрорайон, строение 15А, дробь 1 Здесь десногорцам оцифруют фотографии погибших родственников Для участия в праздничном шествии 9 мая Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Розганова, Десна-ТВ Жители Смоленска теперь могут проверять очередность детских садов Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг Затем в разделе «Семья и дети» необходимо выбрать услугу «Проверить очередность детский сад» И ввести номер очереди, полученный при подаче заявления Место в очереди отобразится через несколько секунд Узнать, сколько времени осталось ждать своей очереди в детский сад Могут и те горожане, которые подавали бумажные документы лично в управлении Интернет-услуга доступна для всех Поджоги сухой травы по неосторожности или умышленно приводят к бедствию уже областного масштаба Задыхается в дыму и Десногорск Подробности далее Противопожарный режим Смоленской области, введенный губернатором Алексеем Островским Пока не смог изменить ситуацию Регион в этом году попал в шестерку лидеров страны по площади земли, выжженной из опалов травы По всей области зафиксировано более тысячи случаев возгорания сухой травы общей площадью 3800 гектаров В осаде находится и город атомщиков Новый пример преступного пренебрежения элементарными правилами безопасности Борьба с огнем ведется на окраине Десногорска 23 апреля на пуль спасательной службы поступил вызов о возгорании сухой травы Результатом случайности и резлого умысла в этот раз могла стать настоящая катастрофа Есть угроза автозаправки, подали ствол от машины на защиту Также огонь близко подошел к частным домам 5 микрорайона Но благодаря усилиям 15 пожарно-спасательной части более серьезных происшествий удалось избежать Пламя было потушено в кратчайшие сроки Результатом происшествия стала выжженная земля площадью в 2 гектара Попрошу людей города Десногорска, чтобы не поджигали сухую траву Потому что где-то сухая трава, где-то может быть несчастный случай, дом или квартира, а там может быть люди Несмотря на разъяснительную работу, некоторые смоляне уверены, что пал позволяет повысить плодородие почвы Но специалисты объясняют, что это не соответствует действительности Пощью во время палов наносится большой урон Кроме этого, в огне гибнут мелкие животные и насекомые Виновные в поджоге сухой травы несут административную ответственность Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Как свидетельствует аналитика интернет-порталов, в России увеличилось число жителей, желающих продать свою дачу По мнению аналитиков рынка, собственников участков и загородных домов Напугало ужесточение норм регистрации недвижимости в собственность Раньше, до 1 марта нынешнего года, действовал упрощенный порядок оформления в собственность загородной недвижимости И осуществлялся всего по двум документам – декларации и техническому плану Но после 1 марта официально этот порядок действовать перестал Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал продлить дачную амнистию до 2020 года Поэтому сейчас еще есть время для того, чтобы успеть в упрощенном порядке зарегистрировать свой дом 22 апреля сотрудники городской полиции провели традиционный инструктаж Подробности далее Предотвратить и не допустить правонарушения и преступления в городе – основная задача стражи порядка Показать горожанам, что они находятся под постоянной защитой полиции – цель данного мероприятия Руководил разводом начальник ОМВД России по Десногорску Юрий Гришин У нас есть сотрудники полиции, которые могут прийти всегда на помощь днем и ночью Мы всегда в доступности для граждан и готовы стать на их защиту О текущей обстановке в городе доложил начальник полиции Десногорска Он еще раз сообщил об активности банковских мошенников и напомнил о мерах предосторожности в общении с ними На инструктаже присутствовал заместитель главы Десногорска Александр Новиков Он призвал сотрудников органов внутренних дел обратить особое внимание на начало школьных летних каникул Поэтому внимание детям, их поведению на дороге и на территории города С отдельной речью перед полицейскими выступил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Он сообщил, что пожароопасный период установлен, все необходимые документы разработаны, но поджоги травы и пустырей продолжаются Хотелось бы обратить внимание на пресечение и недопустимость подобных действий Не хотелось бы жить в дыму Далее по плану инструктажа состоялась проверка документов личного состава, который будет нести службу в весенне-летний период Закончилось мероприятие показом силовых упражнений, используемых при захвате злоумышленников Осторожно, корь! Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, в Смоленске зарегистрировано уже три случая кори Корь – острая вирусная инфекция, одна из самых заразных среди детских болезней Но в Смоленске заболело трое взрослых Сейчас медики проводят эпитрасследование, выявляющее лиц, контактировавших с заболевшими Случаи заболевания произошли, вероятнее всего, из-за отсутствия у смолян прививки от кори Напомним, что с апреля 2019 года на Смоленщине стартовала дополнительная кампания вакцинации против кори Масштабный мюзикл по следам бременских музыкантов – авторская постановка в исполнении студии эстрадной песни «Ренессанс» Интерпретацию классического сюжета удалось посмотреть и нашим корреспондентам Любовная история, брак по расчету, обман и, конечно, счастливый конец Это не сценарий современной драмы В этих сюжетных перипетиях можно узнать приключения героев мультфильма «Бременские музыканты» Примерить на себя образ ярких персонажей решили артисты студии эстрадной песни «Ренессанс» На сцене Центра культуры и молодежной политики Удачно подобранный сюжет истории позволил в полной мере раскрыться участникам коллектива Талантливая актерская игра и яркие вокальные партии произвели должное впечатление на всех зрителей По легкости и гармоничности постановки мюзикла Невозможно было сказать, что такая форма выступления для коллектива в новинку Но энергии таланта 12 артистов спектакля хватило до прощальных аплодисментов зрителей Это наш первый опыт, мы никогда не делали мюзиклов Единственное, что делали на 8 марта, ну это были как бы все коллективы принимали участие, вы, наверное, видели «Золушка» А здесь мы решили, так сказать, сделать уже только своими силами Самодеятельный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс» в этом году стал лауреатом областной премии в номинации «Лучший творческий коллектив» Участие в подобных спектаклях под руководством Галины Реневой для некоторых артистов определяет и дорогу в будущее Они продолжают свой путь в ведущих творческих вузах страны Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Дисна ТВ В Смоленске завершились финальные игры чемпионата по хоккею «Золотая шайба» 60 команд старшей подростковой группы со всей страны целую неделю били за право стать лучшей В итоге со счетом 6-2 победила команда из Москвы «Цветон» Им уступила Уфимская хоккейная школа имени Азаматова Участие в играх смоленских хоккеистов не осталось незамеченным У ребят появился шанс продвинуться в профессиональном спорте А смоленские болельщики по достоинству оценили финал самой зрелищной возрастной группы После непредсказуемого матча и торжественного награждения победителей Для участников ледовых баталий было организовано грандиозное лазерное шоу И коротко о погоде 25 апреля в Десногорске переменная облачность Днем до плюс 20 градусов тепла, ночью до плюс 8 На сегодня это все новости Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте desnadefistv.ru С вами была Виолетта Ефименко До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»